всем доброго варвар господа с вами снова римас мы продолжаем прохождение а тело тотал вор за сколовинов ну что ж наша любимая сада вернее нас осаждают ребята у нас есть анагры вы я так понимаю вам понравилось вам понравилось как мы анаграми воюем то так у них есть почти можно сказать два полна полноценных стака стыка стака по разуме он называет надо да ну у них подкрепление и конечно же собственно сама армия огромная армия огромные орды к нам надвигается к счастью мы с вами разобрались с угрозой гунов теперь нужно просто-напросто подождать и потихонечку их по убивать и они сами потом рассосутся пропадут с карты компания против нас карты надеваем членом всем приятного просмотра битва она копия 440 год нашей эры слушайте ну армия безумие прямо это имя прям не подходит если честно если так посудить сколько они побивали какие ранги у наших огромных анагр это просто жесть а и какая восточная культура красивая персидская арабская в общем у них одинаково получается и можно сказать хорошо теперь наша задача не дать им смотрите ребята в искусстве интеллект он конечно на глазах развивается да то уже в этот раз он сделал вот эти вот элитные персидские гвардии они сделали эти сооружения они теперь не надеются на эту на эти анагры они теперь хотят еще и взять стены штурмом нам как-то надо успеть их поубивать хорошо давайте сейчас сделаем следующее мы все с вами возьмем огромный анагр здесь поставим один поставим вот сюда прям так третий будет стоять прямо здесь и четвертый можно принципе его поставить чуть-чуть вот сюда хорошо их задача разломать вот эти вот штуковину ну и конечно же и снять анагры все самое главное ребята успеть реализовать это дело так ну топорников на всякий случай пару отрядов мы с вами выставим вот сюда вот прям кибочь это точно так прекрасно ребят если мы залажаем это будет жизнь полная мы потеряем своего короля а это не с хорошо поэтому нам надо быть крайне осторожным осторожными да хорошо так вот это вот сюда их как они орут прям жестко да а и у нас из флот наш флот будет обстреливать врагов с этой стороны в оставляем их судах кстати флот вот так вот у нас выглядит дорогие друзья наши бойцы ждут наших приказов прекрасно лучников можно принципе сюда еще отправить на всех случаев ну а остальных топорников выставим сюда так а эти ребятки почему здесь находится ну-ка пошлите сюда ребятки быстренько баррикады нам не нужны ну чтож пошел обстрел так огненный снаряд пошел давайте ребят давайте 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 заряжаем 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 ничего страшного свежие силы ничего страшного самое главное нас наша задача разломать вот эти баллисты анагры хоть а какая красота просто жесть так летит красотка как это просто же отлично минус один так второй забираем второго забираем ребят посмотрите ли какая бомбардировка просто жесть как они развалились просто на ваших глазах это жесть бак смотрите бак графический бак так горите горите валите вот вот смотрите смотрите прям как крысы ептать вот это жесть обалдеть я им не завидую ребята я им просто-напросто не завидую так все меняем снаряды просто меняем снаряды так бойцы анагры там не остались хорошо ну чё там мои красотки летят нет летят красотки правда куда-то куда-то непонятно летят они стоп подождитесь ну-ка давайте ребятки сюда стреляйте да твою ж мать все сюда так а ты остановись смотри смотри прям как закидывает да так а что теперь что они теперь предпримут интересно тактика вася тактика что-то прямо в этот раз они плохо стреляют плохо ребята плохо интерес по полководцу если пострелять нормально будет так все остановитесь стоп бойцы давайте расставляем своих бойцов губе убираем 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 топорников убираем топорников сюда надо назад 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 убираем ну-ка давайте залп сделали сюда вот по этим прачникам они сейчас нас надойдет просто не нас расстреляют ребята так лучников поближе полководцу вражескому залетают залезать смотрите анти как летит красиво что они там убегают убегают красотки бегите вашу душу мотал что вашу машу дождь больше не видел прекрасно хорош остановились пока так высаживаем свои своих бойцов так эти ребятки нас обстреливают да я не пойму кто-то по нам стреляет или что ничего страшного стоп а как они залезли вверх как они залезли я что-то не пойму они пытаются захватить что-то да странно чё-то ну-ка встали сюда пошли жарище пошла просто ребята рукопашка уже пошла вовсю так нам надо развернуть свои любимые баллисты ребята и прямо пострелять как в старые добрые времена полетела красотка правда я не вижу как она куда налетит ну-ка давайте чуть дальше стрельнем я надеюсь мы в стену не попадем попали в стену походу нет да ладно нихера себе это чем сквозь текстурки да так стреляю смотрите как классно посмотрите ребят какая красота так там наши топорники вот это жесть вот это я понимаю вот это я понимаю жестяк просто жестяк жесящий ну-ка подальше сделаем подальше да походу мы сквозь текстурки уходим смотрите ребята бага юзер и масенок недочет со стороны разработчиков бегите 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 уж у вашу машу больше не видел так отходим пока что постреляем а пока что по вою вернее просто добиваем просто добиваю стоим ребят стоим так что у нас тут происходит я что-то не пойму почему мы сюда не стреляем ну-ка давайте в эту толпу в эту толпу господа летят красотки вот это да вот это другое дело имба рыба мотри-мотри-мотри-мотри-ти летят группировка вот это жесть группировка летят гуру летит группировка обалдеть обалдеть это просто обалдеть так стоп остановились теперь здесь у нас огромная толпа ребята огромная здесь толпа нам надо как-то развернуть свой баллисту либо либо убрать топорников вот смотрите если сюда пулю я попаду по своим попал по своим походу не нормально нормально а есть подальше сквозь текстурки а посмотрим вот это жесть обалдеть мать твою так давно не угорал сквозь текстурки ребята ну это более меня так не получилось вот вот сюда вот сюда вот сюда вот надо вот так вот смотрите смотрите смотрю полетела красотка так еще раз да да твою мать богаюзим бекты богаюзим ас так а чуть-чуть дальше вот сюда вот летит красотка летит они уже на не получится да не получится весь уже уже все так 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 полетела полетела красотка вот это вот это должна быть вообще красиво снега не не красиво не красиво нам надо с другой стороны попытаться. Смотрите, ребят, справа есть у нас там баллист. А на агры? Так. Слушайте, хорошо ремонтировать, стреляет, да? Обалдеть. Ну, правда, я не вижу, куда я стреляю. Ну-ка, давайте развернем пока вот эти вот шняги сюда. Сейчас посмотрим. Сейчас будет все чики-поки. Так, они уже бегут вовсю там, да? Нам надо как-то топорника вот так вот вставить и закрыть вот это дело. Не знаю, топорники, ну, я не знаю, они вот... Ну, пусть пока стоят, да? Слушайте, там сколько трупов у нас получилось. Так, что там? Развернулись? Развернулись. Да, хрен с этой башней. Работаем, работаем, работаем. Вон там толпа, смотрите, какая. Вон там, посмотрите, какая толпа. У меня аж прям зависает. Все, так, не-не-не-не. Походу, с краю надо стрелять, чтобы... Сквозь текстурки, ребята. С краю просто. Да-да-да-да, с краю надо стрелять. Ну, я имею в виду с левого края, откуда мы в первый раз с вами стреляли. Да! Обалдеть, сколько повылетало там. Бомжат. Так, а это, походу, не получится. Да. Давайте лучше с края, вот с этого. Стоп, подождите. Вот с этого края. Обманем искусственный интеллект. Пошел, обманжаль. Ай, тет-тет-тет-тет-тет. Да мы, в принципе, сможем разбить вот это дело все. Ой, я по своим попал. Ребятки, извините. Извините, ребятки. Извините, вы это не видели. Я, я это уберу. Я просто думал, что наш полководец мертв. Ну, бывает, бывает. Ладно, промахнулся. Огонь по своим, ребята. Будем говорить, что наши ребята вызвали огонь на себя. И вот так они пали. Кто-то там в рог дунул только что. Слышали, да? Оу. Бегите, вашу душу мотал. Чтоб вашу, Машу, душу больше не видел. Все, они просто масса убегают. Так, все, я уже не попадаю. Нормально. Фух. Ну-ка, давайте. Залп их сделали сюда. Вы сможете залп сделать? Я тут уже херанул. Пошел, смотрите. Ух, ха-ха-ха-ха. Обалдеть. Обалдеть. Это просто мясо, господа. Это просто не... Это просто избиение младенцев, ребят. Смотрите, сколько киш... Обалдеть. Это жесть просто. Такого в Total War я не видел. Я только в Атиле такое видел, ребята. В Риме такого не было. Такое только в Атиле увидишь, реально. Летят, летят. Красотки, смотрите. Сколько ему интересов рагов с вами набили? Сейчас опять, наверное, игра вылетит. Это типа в наказании. Вот так вот стоишь, да, и прям у тебя в рот, в рот прям эта херня прилетает. Просто жесть. Ну, залп их сделали еще. Или вы там что, двигаться начали, да? Не, они залп сделали. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот это да. Пусть-пусть-пусть убегает. Хереть. Обалдеть просто. Бегут как обосрались. Но я бы тоже обосрался, если честно. После такого. Ну что ж, итогу. Итог у меня фпс просто просел жестко. Это из-за того, что здесь огромное скопление трупов, ребята. Вот так вот, да? Кричишь, танцуешь, орешь. И стоишь прям на труп... Прям гора трупов, ребята. Твоих врагов. Что может быть лучше, а? Такого утра. Я там, чувак, в крови был. Весь. Вот он, вот он. Смотрите, ребята, как он устал. Он просто устал. Он, походу, ранен еще. Но стоит. Стоит, ждет наших приказов. Посмотрите, какая жесть. Это наша история. История славян. Вот так вот. Но стоит, и дритвое налево. Ладно. Фух. Жесть. Просто жесть. Надо тебе фраги посмотреть. Так, фраги. Ну, 847. 240. Ну, не так уж пойдет. Тогда было больше тысячи, ребят. Нас было 2966. Их было 5294 бойца. Это просто полная гребанная жесть. Добьем ублюдков. Обалдеть. Слушайте, а такой битвы, блин, я не знаю. Вот иногда, ну, как честно, я же не буду вам обманывать. Иногда игра надоедает. А после таких битв, как-то вот, не то, что я там кровая жадно, да, там, кровь люблю. Это, ну, это игра. Это стратегия, да, можно сказать. То есть, это зрелище. То есть, мы же смотрим какие-то фильмы тоже. Гладиатор там, кто-то там, кровью тоже, да, это, в принципе, сущность нашего человека, да, нашего я, да, Он любит просто смотреть, прикалываться и так далее. В жизни, конечно, я не такой, не переживайте. Так что, этот, ну, конечно, жестоко, жестоко. Мы их ушатали, просто победили. Я так понимаю, все-таки, их предложение 1500 золотых монет. Раньше они требовали, теперь они и предлагают. Или тогда они тоже предлагали. Некоторые писали, что мне это, они и предлагают. Я вроде бы помню, что они требовали. Давайте, да, их предложение 1500 золотых монет. Можно, в принципе, сделать стричку. Ну, ладно, давайте, хорошо. 1500 золотых монет. Война ни о чем. Я согласен. Тем более, далеки, далеки от нас. Поэтому, Македония, пока что, не входит в наши планы. Смерть на службе. Кто возглавит людей, осверотевших без полководца? Кто поведет их в бой? Организатор. Борно. Давайте, Борю заберем, да? Боря будет у нас. Стоп, подождите. А, это же эти наши, которые наших шатнули в прошлой серии. Помните, ребята, нам надо как-то спасти свои анагры. Нам надо отправить своих бойцов сюда. Отдать ему анагар. Я понимаю, что Борька, походу, обидится. Ну, и распустить его. Он нам пока что не нужен. Боже, боже мой. Это жесть. Осталось, дорогие друзья, разобраться с гуннами. Что у нас там последнее сообщение было? Нехватка наемников? Это что-то новое. Скидка у юной, стоимость найма. Плюс 25% для наемников? Вы что, издеваетесь? Я без наемников не смогу жить. Вы что делаете, дорогие друзья? Так, нам надо как-то разобраться с гуннами. Если мы сейчас вот-вот прям контратакуем, я так понимаю, это будет плохая идея, да. Я думал, просто наш гарнизон будет в качестве подкрепления. А нет, не тут-то было. Ну, в принципе, у нас есть хороший гарнизон, как и у наших врагов, отмечу, подчеркну. У них тоже хороший гарнизон. Давайте посмотрим свой гарнизон. Это заходишь сюда и смотришь вот это вот дело. Они не пополняют свои ряды из-за того, что рядом находятся гунны. Так, мы вроде бы производим здесь пищу, да? Санитария здесь у нас. Ну, давайте что-нибудь такое военное, что ли, построим. центр города. Нет, центр города мы с вами мастерская ремесленника. Будем здесь строить что-то такое военное, правда, загрязнение у нас возможно... А, нет, нормально. Можно, в принципе, еще и поля построить дополнительные. Загрязнение плюс 4 и общественный порядок минус 5 единиц. Застраиваем это дело и потихонечку начинаем нанимать новых воинов. Воинов севера. Кстати, воины в севере находятся вообще в другом конце света. Так, гунны куда-то прям собрались. Ребята, наша столица открыта. Давайте все-таки еще раз Борьку... А, Борьку уже не поднять, да? Так, 32 года, это у нас надзиратель. Что он делает? Богатство, мастер планирования, хитрость плюс 1. 34 года, Витслав. Берем его. Витслав, вроде бы я тебя взял, да? Угу. Так и есть. Ооо. А вот здесь вот в нашей столице Касси Санагра. Я в прошлой серии чуть-чуть тупанул, дорогие друзья. Нам надо было просто посмотреть. Как вам такая идея? А, ребят, как вам такая идея? С одного Анагра у нас получается 114 содержание. Будем создавать новую армию. Потом, смотрите, здесь у нас есть охотники с реки. Мы их никогда ими не пользовались, вернее, нам надо их тоже посмотреть, да? А воины Ярила, может быть, они имели... А, возможно, правильно, да? Так, здесь у нас получается избранники Рад Дегаста. Интересный мод. Надо гуглянуть, кстати, избранники Радикаста. Радикаста. Как они вообще будут? Я, я так понимаю, что-то про них по-любому что-то написано, да? Вот про таких вот всяких бойцов. Так, ладненько, улучшаем свою иконницу. Бросать мы свое поселение мы не будем. Мы будем его пока что перестраивать. Правда, у нас денег нет на этого так, пища, пища, общественный порядок. Пока что давайте снесем и это дело тоже снесем. А это дело мы будем с вами перестраивать. Общественный порядок плюс три. Прекрасно богатство жилища вождя. Классное, да? Жилище. Хорома. Хорома целая. Так, и, конечно же, городок. Городок тоже повышает уровень общественного порядка. Так, красотка, ты там застряла, она теперь двигаться не может. Ее просто-напросто без конца останавливает, ребята. Перемещение на карте компании невозможно. Это из-за того, что она находится рядом с этими агентами, и эти агенты ее с каждым ходом останавливают. И все время это у них, к сожалению, получается. Так, ну, а наш царь и полководец стоит здесь. Так, у нас есть еще и агент, которого мы можем... Так, ну, хорошо. Коррупция, место службы, чужая армия. Авторитет плюс один. Наблюдение. Давайте сделаем наблюдение, да, такие глазки ему откроем. Ну, и, конечно же, посмотрим, что нового у нашего генерала. Конечно же, мы здесь не можем ничего пока что построить, так как мы только-только захватили этот город и держим путь на восток. С двух сторон. Мы потихонечку, да, наступаем, ребята, а эти анагры, которые мы вот-вот наймем, мы их пустим против гунов, это как тестовое, и потом уже отправим их на восток. Конечно, они просто тупо анагры не будут, но у нас будут еще и копейщики, и мечники, и конницы, и прочее, прочее, прочее. Так, это у нас губернатор. Тогда делаем ему коррупцию, минус 5%, сплоченную плюс 4%, плюс 4%. Коррупция, следующая, это у нас судья, будет плюс 10%. Слушайте, ну с каждым ходом, с каждой серией, с каждым днем, наши серии становятся все интереснее и интереснее. Самое интересное, ребята, впереди, и когда мы будем подчинять, покорять этих, как говорится, злостых и гнусных врагов, а именно восточных, их и, конечно, их сатрапов и марионеток. Со свебами надо пообщаться, может быть, заключим с ними какой-то мирный договор, потому что мне надо уже заранее перестраховываться, заранее. Мы не знаем, что у них на уме, может быть, они сейчас как гудно себя поведут и все просто завоюют и к нам придут, а мы будем заняты на востоке. Нет, ребята, нам надо как-то предохраниться, не в том плане, о котором вы только что подумали. Действительно, нам надо, как говорится. Бережет, но Бог бережет. Ну, а осада, конечно, была жесткая. Штурм врага. Я не знаю, чем они думают. уже кое-какой прогресс они там сооружили. О, тёпу-тёпу-тёпу-тёпу-тёпу-тёпу-тёпу-тёпу. Увидели, увидели, что мы начали возводить новые анагры. А, стоп, это, это другое поселение. Ууу, ребята, смотрите, какая жесть у нас же ожидает в следующей серии. Благо у нас, подождите, у нас есть стены? В этом городе вроде бы есть стены, да, насколько я помню, или нет? Айтёп-тёп-тёпу-тёпу, нет, походу, стен. Придется держать каточку самим, дорогие друзья. Да. Ну, что ж, друзья, с вами был Rimas, это была очередная серия игры под названием Атила, Total War, Засклавинов. Если вы впервые на нашем канале, подпишитесь если вам понравилась данная компания вы можете посмотреть ее самого начала как мы начинали там довольно интересно всем удачи до скорых встреч